ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ Безопасно ли переходить дорогу вблизи образовательных учреждений, Люберецким госавтоинспекторам пришлось обследовать 99 пешеходных переходов. Из них 88 нерегулируемы. Все оказались оборудованы по ГОСТу. Дорожные знаки, конечно, должны быть выполнены на желтом фоне, быть отчетливо видны водителям. Разметка 1.14.1 белая, но в данном случае идет дублирование линии разметки желтым цветом, что также привлекает внимание водителей. На пешеходных переходах у образовательных учреждений должны применять светофоры типа Т7, перильное ограждение. Это позволяет максимально повысить безопасность. А вот большие региональные проезжие части, к сожалению, пока не могут похвастаться порядком на пешеходных переходах. Люберецкие сотрудники ГИБДД выявили нарушения на трех дорогах – в Котельниках, Лыткарине и в самих Люберцах. Прямо в центре города на пересечении Октябрьского проспекта со Смирновской. Так как проезжая часть достаточно широкая, в данном случае она имеет пять полос для движения, знаки, установленные справа от водителя, не видны в транспортных средствах, движущихся в левых полосах. На проезжих частях от четырех полос знаки должны дублироваться сверху, над дорогой на выдвижных консолях. Однако, несмотря на то, что это нарушение госавтоинспекторами было выявлено еще в июле, оно до сих пор не устранено. Отделом ГИБДД в адрес владельца дороги «Мосавтодор» было направлено предписание на устранение выявленного недостатка в сроке, предусмотренные государственным стандартом. За невыполнение предписания в установленные сроки «Мосавтодор» был привлечен к административной ответственности. Прокуратура выходит с иском в суд в защиту неопределенного круга лиц. И по решению суда владелец дороги обязывается выполнить определенные работы, в данном случае установить знаки над проезжей частью. Комплексные проверки на территории округа проходят при участии сотрудников органов местного самоуправления, а также лиц, курирующих федеральный проект «Безопасные дороги». Напомню, рейды по выявлению нарушений на пешеходных переходах проходят на регулярной основе. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Субтитры подогнал Игорь Негода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова